шалом бокертов у нас сегодня второй урок по главе вайхи урок за поднятие души яков бен наху моего папы значит мы читаем о благословении сыновей иосифа минаша и ефраима и призвал яков иосифа сообщили иосифу что отец твой болен наши мудрецы говорят что он был первый кто тяжело заболел перед смертью яков сам просил об этом всевышнего чтобы он дал такую возможность чек не знает когда он умрет мгновенно умирал а если будет возможность узнать о дне смерти то человек сможет дать распоряжение может дать наследство нужно выполнить все распоряжения торы отец при жизни должен дать двойную долю первенцу и поэтому всевышний горит их хорошие просишь и дал яков благословляет сыновей иосифа минаша и эфраима и ставит с правой стороны эфраима а с левой стороны минаши ложат руки на головы иосиф считает что это неправильно думаю что отец просто плохо видит но яков получал в это время пророчества и он знал что он делает и теперь давайте посмотрим что же произошло дальше вот мы смотрим просто текст торы одна книга называется он решит другая книга называется бэмид бар мы смотрим как это работает с большой силой яков и благословил есть мы сравним со всеми коленами израиль то благословение минаша и эфраима резко отличается мы смотрим главу вайгаж мы видим сыновей якова пришедших в египет мы видим что иосиф приходит с двумя сыновьями минаша и эфраима в списке пришедших хотя дети его родились в египте ну раз и вышли так поставить так и есть значит и смотрим что произошло с каждым коленом если мы видим что благословение всем коленом израиля идет детям и внукам максимально вождями колен стали дети и внуки в этой главы семейства допустим у рювена только дети все четыре ханов полухи цроны карми и если мы смотрим у шимона у него из шести сыновей агат пропадает семья гада нету то что мы читаем вайгаж есть агат клей пенхас его уже нету через 250 лет и если мы смотрим этой семьи нет и сахар становится зеррахом имена меняется что происходит какие-то изменения происходят с коленом шимона если у леви как было три сына три начальника колена так три и осталось и шонки отворили если у егуды было 5 сыновей шела перец и зеррах и хитрон и хамуль два внука вот еще и у егуды уже есть благословение продолжение уже даже внуки становятся врачайниками семейств и потом смотрим из сахара тала пауа йов шимрон там есть одно изменение йов стал ешувам но все четыре семьи остались и у звулуна сириады лонахель все остались вот это все семейство как они были написаны вайгаж так они в пенхаз у сахара и зулуна остались и так дальше мы проходим значит если мы проходим все колено кто-то получается внуки только получили звание родчайника семьи это у егуды это получается сыны переца хитрон и хамуль и мы смотрим это получилось у беньямина то есть были сыны белый арден аман и мы смотрим были были у сыны ашера были сыны бриихи веры молкирии тоже ставили начальник колен и все дети и внуки ни у кого больше если мы берем эфраима которого сейчас яков благословляет то у него тоже три сына шуталлах бехертахан и сын шуталлах айран вот они вот только дети и внуки но если мы посмотрим на минаше то здесь сразу видно какая сильная браха то есть минаше сын иосифа один минаше родил махера вот махера семейство махера вот уже внуки махер родил гелиада от гелиада семейства гелиада и потом мало того что мы смотрим и дальше то есть получается правнук уже является гелиад а про правнуки шесть правнуков стали начальников семей езер хелек асрель шахем шмида и хефер и на этом даже не заканчивается потом написано хефер родился в хада а у славхада дочери и перечислили их имена махлана ахагала мелькая терца они не раз в торе по-моему три раза перечислили в торе что это такое вообще какая браха огромная мало того что сам славхад по словам раби акива это тот человек который собрал хворо субботу нашим мудрец говорил он такой праведник был что решил отдать свою жизнь чтобы мы не нарушали заповеди что мы видели что происходит с тем человек который дерзко нарушает субботу он собирал хворо субботу у всех на глазах и приходил каждому колену и собирал при них все ему говорили что ты делаешь суббота и так он отдал пока его судили всевышний сказал он заработал смертную казнь маша не знал что с ним делать такой ситуации и потом маша не знает что делать с дочерьми славхада то есть праведницы невероятные им уже по 40 лет они замуж не выходят потом они имели право выходить замуж все хорошо но и не выходят почему они не выходят потому что они знают что у них нет брата у славхада не было сыновей только дочери и если нет брата то земля их него и отца перейдет к их не мужьям если муж не из колена миношета земля теряется и маша тоже не знает что ему делать он спрашивает у всевышнего всевышний отвечает что справедливая в ряд очередь славхада то есть не добились того что всевышний четко маша объяснил закон что земля не должна переходить от колена и колену и выходить замуж теперь они даже только за представителей своего колена и написано и стали дочери славхада женами сновей дядей своих вот так они выполнили вышли за своих двоюродных братьев замуж вот так вот такое такое большое благословение получил йосиф не все конечно из его внуков стали начальниками главами семей потому что мы видим что они тоже были потому что написано видел йосиф у ефраима детей до третьего рода также сыновья сына мохера сына минаше были взгляни на коленях йосифа то есть получается сыновья мохера мы знаем одного который стал начальником семьи значит у него еще были братья которых тора не нам не пишет имена не называет и допустим по словам что стали дочери славхада женами сыновей дяди своих мы видим что у славхада тоже были братья которых тора нам не называет вот так вот все на сегодня всем всего самого наилучшего до новых встреч это был второй урок